Пожар По данным статистики, на пожаре люди чаще всего гибнут не от огня, а от дыма. Порой достаточно нескольких вдохов, чтобы потерять сознание или серьезно отравиться угарным газом. Причины возникновения пожаров в квартирах известны всем с детства. Курение в постели, детские игры, оставленные без присмотра электроприборы, хранение горючих материалов в чуланах или на балконе. С пожаром в квартире легче всего справиться в самом его начале. Для этого в каждом доме следует иметь обыкновенный порошковый огнетушитель стандартной модификации. Таким огнетушителем можно тушить пламя даже на электропроводке, не опасаясь получить удар электротока. Помните главное. Пытаясь самостоятельно затушить небольшой очаг пожара, обязательно защищайте органы дыхания от дыма. Дышите через мокрую тряпку. Крупный очаг пожара тушить самостоятельно не рекомендуется. Опасное место следует немедленно покинуть. Почувствовав запах дыма в квартире, первым делом определите его источник. Проверьте, где находятся ваши дети, не балуются ли они с огнем. Если в вашей квартире все в порядке, выйдите на лестничную клетку и осмотритесь. Обязательно прикройте за собой дверь, иначе дым попадет в вашу квартиру. Если источник дыма находится ниже вас этажами, не спускайтесь вниз. Двигаясь по лестнице, вы будете вынуждены дышать продуктами горения. Это почти наверняка приведет к отравлению. Кроме этого, ни в коем случае не пользуйтесь лифтом. При пожаре их отключают. Самое разумное, это вернуться обратно в квартиру и позвонить в пожарную охрану. Четко, без паники сообщите причину вызова пожарных. Свой точный адрес, номер телефона, номер и код подъезда. Позаботьтесь о своей безопасности. Проверьте, плотно ли закрыты ваши окна и форточки. Главная ваша задача предотвратить попадание дыма в квартиру. Возьмите простыню или ветошь, разорвите ее на полоски и намочите их в раковине. Ножом или отверткой аккуратно заправьте эти полоски в щели между дверью и косяком. Старайтесь не оставлять пустого пространства. Чем аккуратнее и добросовестнее вы все это проделаете, тем надежнее защитите себя и свою семью. Если ваша дверь нагревается, поливайте ее водой. Не забудьте также перекрыть все имеющиеся в вашей квартире вытяжные вентиляционные отверстия. Продолжение следует...